Продолжение следует... Нурмагомед ушел от нас, это не значит, что мы его потеряли, он всегда с нами будет, потому что люди, совершающие подвиги, защищающие свою родину, они никогда не оставляют нас. Наверное, он какие-то вещи передал нам, мужчинам, поэтому я хочу вам сказать, что вы никогда не останетесь без внимания. Сейчас эти тяжелые для вас дни пройдут, мы обязательно с вами встретимся, обсудим, чем мы можем быть вам полезны. Маленький ребеночек, дай бог, чтобы девочка росла, чтобы она знала о своем папе, и мы в этом отношении тоже должны помочь. Такие трагедии мы не имеем права оставлять без внимания. Спасибо вам. И в данном случае, потому что Нурмагомед не просто человек, который совершил подвиг, он десантник, он настоящий офицер, и я как офицер тоже не оставлю эту историю вашей семьи без внимания. Спасибо. Я просто возьму на свой личный контроль благополучие вашей семьи, благополучие вашего ребенка. Я хотел бы еще раз вам выразить свое соболезнование всей вашей семье. Спасибо. И пожелать вам здоровья крепкого, вы абсолютно правильно сказали, всем нам пожелать мира, но, к сожалению, мы живем в такой исторический период, когда мир тоже должен быть завоеван. Для того, чтобы завоевать мир, мы не можем не внести потерь. Я искренне соболезную вам, вашему горю, и можете на меня рассчитывать. По всем вопросам поддержки любого будет оказаться. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что вы нашли в вашем напряженном графике время. Спасибо вам, всех благ. Нурмагомед был прекрасным офицером, так же прекрасным человеком. Субтитры делал DimaTorzok У нас сегодня траурный день, но, с другой стороны, я хочу сказать, что мы гордимся такими офицерами, как Нурмагомед, потому что это наши герои. Это герои Дагестана, это герои нашей страны. Я уверен, что его подвиг будет оценен руководством нашего государства, и мы очень скоро об этом узнаем. Надеюсь, что оценка будет для нас самая высокая. Поэтому такие ребята, как Нурмагомед, такие офицеры и солдаты, которые сегодня выполняют свой воинский долг на территории Украины, они защищают всю Россию и Дагестан в том числе. На тех рубежах, на которых они сегодня выполняют свои боевые задачи, они отстаивают интересы дагестанцев. Если кто-то не понимает всей важности этой военной специальной операции, я вам скажу одно. Если бы мы не сегодня не находились и не выполняли поставленную верховному командующему задачу на территории Украины, то через несколько лет, а может быть даже раньше, война пришла бы в наши даты. Отец Нурмагомеда, полковник полиции, он никогда не искал легких путей, он всегда выполнял задачи, так же, как и Нурмагомед, те, которые были поставлены им руководством страны, руководством министерства. Он никогда не служил на асфальте, он всегда служил там, где было опасно, где были слышны выстрелы и раздавались взрывы. Нам на сегодня Магомед Гусейнович, Герой России, я думаю, что не будет, наверное, какой-то тайны, если я скажу, что его сын тоже офицер, и его сын, офицер, находится сегодня в составе группировки войск, проводящий специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Мы прекрасно осознаем и как граждане, в том числе, свою ответственность перед тем, что сегодня делают и что выполняют наши земляки, так же, как ответственность перед их семьями. Ни один из дагестанцев, отдавший свою жизнь за светлое будущее нашей страны, не будет заботен. Всем, семьям будет оказана помощь. В какой степени? Ну, наверное, в эти трагические дни мы определяться не будем. Сейчас горе присутствует в каждом доме. Когда пройдет определенный момент, мы определимся, и там, где необходимо будет со стороны республики, со стороны республиканских, муниципальных властей, депутатов Государственной Думы, там, где нужно будет оказать помощь семьям наших погибших ребят, она обязательно будет оказана. Такие же трагедии, наверное, сегодня испытывают граждане многих субъектов. Рамзан Ахматович сегодня объявил о потерях среди военнослужащих подразделений из Чеченской республики. Мы соболезнуем всем нашим кавказцам. Мы соболезнуем и находимся рядом с горем всех семей наших защитников. Еще раз хочу сказать, что эта специальная военная операция на самом деле является защитой всей нашей страны. Об этом говорит и Верховный Главнокомандующий, об этом сегодня сказал наш министр обороны. Она будет проводиться до тех пор, пока мы не обретем полную безопасность от тех посягательств, о которых нам каждый день твердит Запад. Это не война с украинским народом. Это война с западными псевдодемократиями, которые хотят навязать свои условия жизни всем нам. Они для нас неприемлемы. Их жизненные принципы, их семейные ценности, мы их никогда не воспримем. Мы будем отстаивать то, на чем нас воспитывали наши предки. Я хочу еще раз выразить самое глубочайшее соболезнование. И тебе, как моему боевому другу, товарищу, всем родным, всем близким, всем, кто присутствует здесь, кто пришел на соболезнование. Спасибо большое. Нур-Магомед, уйдя из жизни, от нас никуда не ушел. Он остался с нами, потому что он всегда будет жить в нашей памяти. И мы всегда от таких героев, как Нур-Магомед, будем купить. Вечная ему память, а как офицеру вечная слава нашему герою. Спасибо. Спасибо. Спасибо.